Среди технологических постов здесь в лаборатории можно найти и холодильник. Здесь хранятся образцы, ну вот я вижу асфальтобетона, цементобетона и образцы грунта. Дело в том, что для каждого исследования образец должен быть определенной температуры. Закрепить элементы и можно начинать процесс. Это прибор для проведения одноплоскостного среза. Задача Ивана поместить образец, сейчас это золошлак, между двумя дисками. В установке происходит некоторый сдвиг. То есть грунт, который содержался в кольце, постепенно начинает двигаться между слоями. И за счет этого, за счет датчиков давления, мы можем определить, насколько образец плотный, его содержание влажности в данном образце. И также еще некоторые важные показатели, которые будут необходимы нам для дальнейших исследований. Человеческому глазу увидеть все эти движения почти нереально. Поэтому подтверждение исследования на этом мониторе. После того, как все показатели получены, в ход идут руки и знания Романа Кацарского. Его задача – спроектировать что-либо, где можно использовать золошлаковую смесь. До этого мы выполняли основной род испытаний, на которых мы примерно понимаем, то есть что можно сделать из данной золошлаковой смеси. До этого вы также могли бы обратить внимание, что мы провели испытания на АСИСах. Также до этого у нас были физические испытания, материалы. В данном же случае, на данном посту мы выполняем подбор. Ну, непосредственно не подбор, а построение конструктива дорожной одежды или земляного полотна. Да, золошлак в этой лаборатории вздумали применять при строительстве дорог. Идея вовсе не новая, объясняет руководитель центра. На Западе, в Англии, Германии, Польше отходы ТЭЦ, порой в 100% случаев, уже давно используют в строительстве. А в СССР и современной России золошлак принято складировать на полигонах. Ценный материал, который существенно сэкономит деньги при строительстве. Несомненно, удешевит, поскольку генерация заинтересована в утилизации своих отходов. В данный момент очень большие капитальные затраты идут именно на размещение этих отходов на полигонах. Мы же предлагаем как раз-таки альтернативу местным природным материалам того же песка, которого в данный момент в области абсолютно не хватает. Продолжать намыв из реки Иртыш тоже не представляется возможным. А в Омской области уже свыше 70 миллионов кубометров золошлаковых материалов, которые могут быть применены. Технология реально объясняет собравшимся нынешний ИО директора департамента строительства Александр Микинин. Было бы что строить, ведь новых магистралей в городе не возводят, а применять золошлак при ремонте бессмысленно полагают эксперты. Но вот в соседней Новосибирской области уже есть реальный успешный пример. Лично я занимался данной технологией в Новосибирске, там уже она применялась в дорожном строительстве при отсыпке земляного полотна с Барабинской ТЭЦ. Я думаю, в нашем регионе это тоже запустится и будет применяться, поскольку, в первую очередь, это дешевле, чем использовать песок либо грунт при строительстве, при обосновании соответствующем. То есть омский золошлак нужно хорошенько изучить. И если он будет соответствовать стандартам, найдется тот, кто будет его продавать и кто будет покупать, возможно, техногенные строительные материалы будут использовать и в Омске. Ведь помимо дорог, золошлак можно использовать при производстве строительных материалов, бетонных и железобетонных смесей, цемента и кирпича. Денис Иона, Сергей Пайхалов, Антенна-7.